Заметки электрика У нас в одной кабель заходит трехжильный Фаза подключается на первый автомат 16 амперный И перемычка идет на 10 амперный автомат Ноль подключается на нулевую шинку И защитный ПЕ проводник сразу подключаю на розетку С первого автомата у меня запитана розетка То есть вот фаза Приходит сюда и ноль взят шинки А со второго автомата 10 амперного Ко второму 10 амперному автомату Подключена лампа освещения Энергосберегающая лампа Вот фаза уходит И ноль взят шинки В качестве нагрузки Я буду использовать электрический чайник Включаю его в розетку Проверим работоспособность схемы Включаю автомат 10 амперный Горит лампа И включаю розетку Так Чайник работает То есть схема рабочая Предположим что у вас Все работает Чайник работает Лампа освещения горит Вдруг исчез свет То есть лампа погасла Или она допустим вообще не была включена То есть в данном случае я не стал ее подключать Через одноклавичный выключатель Подключил напрямую В квартирах же лампы подключаются Через распределительную коробку И там одноклавичный или двухклавичный выключатель Поэтому автомат на лампу всегда включен А выключатель соответственно уже Может быть и выключен Итак Что мы получаем Проверяем Чайник не работает Лампа не горит В первую очередь мы отключаем Электрический чайник Из розетки И пытаемся самостоятельно проверить Фазу в розетке Видите горит Вот поморгаю сейчас На одно гнездо Ставим указатель Показывает фазу И на другом Также показывает фазу Как так? Почему в розетке две фазы? То есть не стоит пугаться На самом деле это не две фазы И ничего здесь в данном случае Не сгорит И не лампа И не чайник Это пришла одноименная фаза Через нагрузку А в данном случае лампочку Как это происходит Фаза Автомата оба включены Проходит Через 10 амперный автомат Проходит через лампу Лампа у нас целая Проходит через Выпрямительный мост На входе лампы Если это лампа накаливания То фаза проходит через Нить накаливания Приходит на шинку А отсюда С нулевой шинки Приходит на вторую клемму То есть В нормальном режиме Здесь фаза должна быть Здесь ее быть не должно То есть это ноль В данном случае у нас Здесь показывает тоже фазу Но это как бы не совсем полноценная фаза Если ее замерить Относительно земли Вот Первую фазу Относительно земли Покажет 220 вольт А эта фаза Она покажет Несколько Меньшее значение напряжения То есть Еще раз Вам докажу сейчас Что это не две фазы Это одноименная фаза Просто В разных гнездах То есть Для этого Мультиметр ставим на предел 750 Для переменного напряжения И проверяем Видите Показывает ноль То есть Между этими Двумя полюсами Ноль Что и говорит о том Что это Одноименная фаза Первая причина Почему в розетке Может появиться Две фазы Это обрыв Водного нуля То есть Водного нулевого Рабочего проводника Н Такое может случиться В этажном щитке Все вы знаете Что Все нули В этажном щитке Собираются Под одну колодку Там может Ослабнуть винт Крепежный винт И Рабочий ноль Выпасть из гнезда Вторая причина По которой В розетке Может появиться Две фазы Это Обрыв нуля Непосредственно В распределительной коробке Это может случиться При плохом соединении Некачественно Выполненном Монтаже Сейчас прям Сымитируем Эту ситуацию То есть Это опять у нас Нормальный режим работы Давайте вот Замерим Аналогичным Способом Напряжение В розетке В данном случае У нас Смотрим 223 223 вольта То есть Это нормальная Рабочая схема Свет пока выключил Вот видите Показывает фазу Здесь ничего не показывается То есть Вот я берусь пальцем Здесь фазы нет То есть Опять включаю Освещение То есть Сейчас я Сымитирую Данную неисправность То есть Выкручиваю В одной Нулевой проводник И вытаскиваю Из колодки Оп Видите То есть напряжение Показывает ноль Лампа погасла Соответственно Здесь Чайник бы не стал работать Сейчас проверим Фаза 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 То есть Одноменная фаза Опять вернула Через нагрузку Через лампочку Через нулевую шинку И сюда Спасибо за внимание С вами был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!